Предлагаю рассмотреть бухгалтерские записи по учету у агента, которым является Marketplace и в данном случае Marketplace выступает в качестве продавца. Первой записью дебет счета 004 отражается сумма учтенных принятых товаров от принципала. При продаже покупателю будет сделана проводка кредит счета 004, отражение задолженности покупателя за проданный товар дебет 62, кредит 76, поступившую сумму денежных средств от покупателя мы отражаем дебет 51, кредит 62, при поступлении валютных денежных средств дебет 52, кредит 62. При перечислении принципалу денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения проводка будет дебет 76, кредит 51, отражение суммы вознаграждения агента дебет 62, кредит 90, субсчет выручка. С агентского вознаграждения исчисляем сумму НДС проводкой дебет 90, кредит 68 и не забываем в конце произвести зачет агентского вознаграждения между принципалом и агентом проводкой дебет 76, кредит 62 на сумму агентского вознаграждения. У галтерские проводки, у агента, которым является маркетплейс, в случае, если осуществляется агентирование покупок, проводки будут иметь следующий вид. На получение от принципала денежных средств по агентскому договору с учетом НДС и также агентское вознаграждение дебет 51, кредит 76. При оплате поставщику товаров, работа или услуг делается проводка дебет 60, кредит 51. Отражение расходов, возмещаемых принципалом с учетом НДС, будет отражено бухгалтерской записью дебет 76, кредит 60. Поступивший товар от поставщика на хранение к агенту отражается проводкой дебет счета 002. В случае передачи товара принципалу будет сделана проводка кредит 002 и на сумму агентского вознаграждения будет составлена запись дебет 76, кредит 90, выручка. И также отражаем сумму НДС дебет 90, кредит 68. Хочу отметить, что при учете покупок или продаж, как вы обратили внимание, появился счет 004 и 002. И в бухгалтерских записях он фигурирует либо по дебету, либо по кредиту. Это особенность забалансового учета. Если ценности приходуются организацией и не являются его собственностью, то мы обязаны такие ценности, как и обязательства, учитывать за балансом. Поэтому при поступлении таких ценностей будет сделана проводка по дебету счетов, при списании или при выбыти таких ценностей проводка будет сделана по кредиту. Благодарю за внимание.